Вот, это моя коллега Людмила Александровна Варламова и я, Синька Милина Викторовна. И тема нашего сегодняшнего вебинара «Цифровая грамотность. Новая реальность нашего времени». Мы, конечно же, поговорим о том, что такое цифровая грамотность и что это за такая новая реальность, да, и как она влияет на школьную жизнь, на жизнь педагога в том числе. В нашем вебинаре будет не только теоретический такт работы, но и практически. Мы обязательно с вами некоторые действия проведем. Надеемся, что вы прините активное участие в них. И во второй части нашего вебинара будет такой бонус для тех, кто сегодня присутствует в режиме онлайн с нами. Вы сразу же получите ссылку на презентацию, и нужно будет искать ее на сайте. Но в любом случае, если вот сейчас будет, да, потом кто-то смотреть на записи, ссылка на запись и презентация будет на сайте Института повышения квалификации в разделе «Вебинар». Но участники сегодняшние получат ее сразу, и бонусом еще будут несколько полезных, интересных ссылок, да, на полезные материалы, которые вам могут пригодиться. Я думаю, что обязательно пригодятся в вашей работе и могут вас заинтересовать. У вас в чате сейчас несколько раз уже продублировалась ссылка на небольшой опрос, в котором мы просим принять вас участие. Еще несколько раз, да, она появится в чате, поэтому можете в течение, там, 10-15 первых минут заходить и отвечать на эти три вопроса очень простых. Я смотрю, у нас очень много, очень приятно, чтобы из разных уголков нашего края, Норильский, Шарыповский район, Боготольский район, Канск, со всех уголков. Поэтому я рада, что вы подключились, все хорошо. Сейчас передаю слово Людмиле Александровне, и начнем работу в нашем вебинаре. Спасибо, Елена Викторовна. Спасибо. Я проведу первую часть нашего вебинара, которая в большей степени теоретическая. Елена Викторовна уже анонсировала, что у нас будет практическая работа. Там я передам слово ей. Она будет руководить процессом. Я немножко вам расскажу, какие существуют вообще теоретические подходы к определению цифровой грамотности, какие существуют теоретические подходы на сегодняшний день к измерению цифровой грамотности, и какие вообще тренды, каким образом цифровая среда меняет нашу жизнь, почему про цифровую грамотность мы сейчас так много говорим, как элемент функциональной грамотности в рамках нашего марафона по функциональной грамотности. Итак, надеюсь, что всем хорошо видно нашу заставку. Я сейчас переключу слайд, и если все в порядке, напишите, пожалуйста, плюсики, что слайд переключился, что вы это увидели, что связь у нас работает, все хорошо. Плохо слышно меня, коллеги? Коллеги, плохо слышно? Я попытаюсь говорить громче. У меня микрофон основной, я его звук добавить не могу. Так, обновить страницу. Пропробую. Коллеги, я обновила страницу, сейчас получше. Сейчас переключился слайд в презентации. Так. Ну вот кто-то пишет, что слышно. Слышно плохо. Ну, немножко, значит, связь. Немножко связь, значит, тормозит. Итак, коллеги, вот слайд переключился. Вы сейчас видите небольшую картинку, которая показывает нам наглядно, каким образом изменились технологии за буквально там несколько лет. Ну, 20 лет последнее, да. Вот мы видим статистика, какая была по пользователям интернета в 2000-м году, в начале нашего столетия. И что сейчас в 2019-м только на 100 миллионов количество пользователей сети увеличилось. То есть мы видим, какими гигантскими размерами, какими гигантскими цифрами меняется количество пользователей в сети интернет. И в этом смысле вот несколько слов могу сказать о том, что где-то примерно в 2011-2013 году проводились опросы по количеству пользователей интернета и по тому, каким образом эти пользователи себя в сети ведут. Это был русский опрос, его проводил тогда, правда, при поддержке корпорации Google, но тем не менее цифры были примерно такие. Опрашивали подростков и их родителей и задавали вопрос, например, такие. Сколько времени ежедневно вы проводите в интернете? И предусматривались варианты ответа несколько минут, полчаса в день. И предельным вариантом был больше 4 часов в день. То уже в 2019 году в среднем подростки проводят больше 4 часов в день практически все уже в 12-13 лет. А верхние границы при таких, при аналогичных опросах считаются уже 12 часов и более. То есть мы проводим в интернете уже достаточно большую часть своей жизни. И в 2019 году, если в 2019 году уже более половины родителей отвечают о том, что они несколько раз в день подключаются к интернету и проводят в нем несколько часов, не говоря уже о том, что подростки в нем живут. И в этом смысле мы понимаем, что количество, что это трендовая ситуация, что количество пользователей увеличивается, и интернет, и цифровая среда, которая нас окружает, все плотнее и плотнее входит в нашу жизнь. Так, ну вот я отвлекаюсь на чат, смотрю, что вроде кому-то плохо слышно, кому-то хорошо слышно. Ну, значит, если у кого-то есть проблемы, посмотрите свои настройки звука и посмотрите, может быть, перезагрузите страницу. Если кто-то говорит, что хорошо меня слышно, значит, не с моей стороны проблема, значит, посмотрите у себя частная проблема. Все, хорошо, я стараюсь вроде говорить громко. Итак, получается, что такой вот глобальный общий тренд, что цифровая трансформация современной жизни такова, что уровень автоматизации всех сфер нашей жизни становится очень быстрым, и он, несомненно, на нашу жизнь влияет. И сейчас трудно уже какую-то хотя бы часть нашей жизни представить без цифровых технологий. Ну, вот на слайде представлены прямо такой набросок, что именно, где именно мы используем цифровые технологии. Это только такие вот наиболее распространенные сферы нашей жизни. Но вы понимаете, что совершенно везде, и в профессиональной сфере, и в сфере развлечений, и в сфере уже нашего обеспечения нашего быта, и в сфере общения, установления каких-то социальных связей, мы сейчас очень активно используем цифровые технологии. Помимо того, что меняется наша жизнь в сторону использования цифровых технологий в быту, мы говорим о том, что профессиональные сферы жизни очень сильно цифровая трансформация затронула. Ну вот, обратите внимание, если кто-то еще не знает, что такое атлас новых профессий, посмотрите, у вас будет ссылка живая в этой презентации, вы сможете пройти полюбопытствовать. Но я думаю, что в образовании многие уже знают, что это за документ, и многие с ним познакомились, и посмотрели, что по прогнозам сильно меняется профессиональная сфера нашей жизни, и очень сильно будет в эту сферу профессиональной деятельности проникать как раз именно цифровые технологии и информационные технологии. То есть нужно быть грамотными пользователями для того, чтобы не отстать. Тоже приведу сейчас несколько цифр параллельно. По результатам опроса 2019 года, который проводился в августе, по-моему, 20 августом датирован был итоги этого опроса, уже более 50% россиян свою профессиональную деятельность меняли в последние годы. Еще примерно 10 лет назад говорили, озвучивали такие исследования на основе анализа изменения рынка труда, что те дети, которые учились где-то в школе, заканчивали школу в конце 2009-2010 года, 2008, что им придется в течение жизни менять свою профессиональную деятельность до 7 раз. То есть цифра внушительная. То есть те дети, которые сейчас, те, вернее, молодые люди, которые сейчас как раз в самом таком активном своем возрасте рабочем, им придется менять свою специальность много раз в течение жизни. Вполне возможно. То есть нет теперь стабильности и общий такой глобальный тренд, все меняется очень быстро. И в этом отношении мы как раз должны успевать за технологиями. Также по результатам опросов последнего года, 20-го, примерно 72% россиян активно интересуются дополнительным заработком через использование ресурсов в сети интернет. Ну, это в основном, конечно, молодежь и активный возраст, но тем не менее цифра внушительная, 72% опрошенных готовы менять свою профессиональную деятельность и использовать цифровые технологии. Ну, вот на слайде приведены тоже прямо цифры, которые, ну, говорят сами за себя, я не буду повторяться. Видно, что в банковской сфере очень сильно меняется ситуация и рынок труда будет меняться в сторону автоматизации того труда, который сейчас осуществляют люди. А, соответственно, людям придется точно в сфере деятельности своей как-то задуматься о том, чтобы их изменить или как-то перестраиваться. Следующий слайд как раз связан с материалами Атласа профессий новых. Это как раз именно выдержка оттуда. Прогноз таков, что к 2030 году 57 профессий исчезнут. При этом обратите внимание, здесь профессии не только рабочие, но и профессии интеллектуальной сферы, которые нам казались прямо незыблемыми. То есть вот много лет говорим о том, что экономистов рынок перенасыщен, тем не менее, вот ситуация прямо уже посчитанная на цифрах. Уже в ближайшие годы банковские операционисты будут не нужны, потому что именно эта сфера деятельности, первая линия работы с клиентами, она как раз подвергается автоматизации и все это становится доступно через интернет. Соответственно, в услугах этих людей банки не будут заинтересованы, они окажутся перед выбором новой сферы деятельности своей, чтобы как-то жить. Ну и рабочие специальности, обратите внимание, тоже то, что кажется нам страшно представить себе, например, водитель, как можно без водителя, а тем не менее мы предполагаем, что скорее всего эта сфера деятельности исчезнет. И вот почтальон, например, ну может быть вы видели, Почта России уже пытались испытывать свои беспилотные средства для того, чтобы доставлять почту. Поэтому, скорее всего, и почтальоны тоже из нашей жизни в ближайшее время исчезнут, мы перестанем их видеть. Дальше. Вот тоже еще такие несколько болезненных примеров, вызовы, которые несет нам цифровизация. Примерно 550 сотрудников Королевского банка в Шотландии уже планируется заменить программным обеспечением. Ну вот про метрополитен города Дубаи тоже такой живой пример интересный. Он был уже спроектирован так, чтобы в автоматическом режиме была полностью работа, он работает уже сейчас без людей. И вот тоже такой болезненный пример. Тайваньская компания Foxconn, когда критиковали рабочие и ее условия труда, она ответила на этот вызов таким образом. Мы просто заменяем людей, более миллиона работников, заменяем на роботов, и, соответственно, и мобильные устройства, и, соответственно, условия труда теперь у этих людей будут явно другие. Они будут искать их где-то в другом месте. Так, ну, то есть вот такие вот болезненные примеры. Ну, раз меняется рынок труда, раз нам приходится перестраиваться. А, да, вот тоже такой интересный пример. Пока я готовилась к работе над треком «Цифровая грамотность», ну, то есть это вот буквально история последних двух месяцев. Мне на личную почту пришло письмо. Это прямо из моей личной переписки. Цитата. Я являюсь клиентом банка ВТБ, и, соответственно, банк мой предлагает мне автоматизацию работы с моими инвестициями. То есть если я хочу заниматься инвестициями и свой пакет иметь в этом банке, то вот мне предлагают такого автоматизированного помощника, который сильно увеличивает эффективность инвестиционной, именно, работы, доходность инвестиционного портфеля. Вот, то есть это письмо я получила где-то примерно в начале сентября. То есть это реалии сегодняшнего дня. Ну, тоже такой просто живой пример интересный. Ну, и, соответственно, раз у нас исчезают некоторые профессии, да, раз у нас появляется автоматизация, то, соответственно, в профессиональной деятельности тоже возникают и новые виды специальностей. По прогнозам, по материалам этого же атласа новых профессий, вот мы видим, что появятся до 186 по прогнозам новых профессий. Ну, это прогноз, понятно, что это пока некоторая фантазия, как будет в реальности, могут цифры быть несколько другими. Но, тем не менее, если изучить этот атлас, мы можем увидеть, что практически все новые специальности появляются на стыке старых. То есть исчезают какие-то профессии, появляются новые на их стыке. Ну, например, вот информационная технология и медицина, да, 3D-печать. Вы знаете, наверное, что уже даже дома печатают на 3D-принтерах, есть такой опыт, и, соответственно, в строительной сфере тоже будут большие очень изменения. Ну, вот агроинформатик, да, агрокибернетик, разработчик IT-интерфейсов и так далее, нейроинтерфейсы, то есть тоже на стыке биологии и информатики. То есть на стыке каких-то профессиональных сфер прошлого будут появляться у нас новые специальности, и, соответственно, смотрите, большая из них часть будет связана с применением информационных технологий. И в этом отношении, в этом отношении вот тоже буквально как бы говорят, что когда начинаешь о чем-то думать, Вселенная тебе помогает. Наверное, это работает, потому что буквально вчера уже ближе к ночи мне пришло письмо из рассылки аналитического центра. На Афи, мы об этом сегодня будем говорить, еще об этом аналитическом агентстве, пришло письмо о том, что подведены исследования, кадры для цифровой экономики. И вот по результатам этого исследования, оно буквально датировано 9 ноября, честное слово. Значит, по результатам этого исследования говорится о том, что более четверти работающих россиян, до 26%, боятся потерять работу из-за цифровизации. То есть это прямо результаты опросов свежих, которые проводились в октябре. Ну и, соответственно, большинство трудоспособного населения осознает важность формирования компетенции цифровой экономики для успешного трудоустройства в будущем и эффективной работы. Это более 53% трудоспособного населения. Ну и, соответственно, вот такие цифры, такие прогнозы. Ну и еще материалы одного из запросов. Более половины россиян во время пандемии пользовались государственными услугами через интернет, через электронные сервисы. Более половины, это тоже 56% примерно, для того, чтобы получить какие-то государственные услуги онлайн. И считают большинство, что эти сервисы удобны. И после того, как ограничения какие-то, связанные с дистанционными режимами работы, исчезнут, они планируют продолжать дальше использовать эти цифровые ресурсы. Вот. Ну и вот еще один тоже такой очень показательный слайд. Правда, тут подведены итоги за 2008 финансовый год. Можно было бы, наверное, поискать и за 2019. Просто у меня были материалы предыдущего, прошлогоднего форума сетевой академии ЦИСКО. И вот они представляли вот такой, по крайней мере, на мой взгляд, очень показательный слайд. Обратите внимание, здесь подведены итоги финансового года 2018. И представлены те бренды, которые получили максимальную прибыль за этот год финансовый. И посмотрите, корпорации, которые, ну, среди больших корпораций, да, проводился опрос. И получается, что все те корпорации, которые представлены на этом слайде, практически все они из сферы информационных технологий. Вот, по-моему, только Макдональдса я вижу, знак, который из реальной, из реальной жизни. А все остальное из цифровой среды. Так что, так что, да, вот задают вопрос, вот и учителя такой профессии пока нет, и пока она не планируется, слава Богу. Но тем не менее, да, учительская позиция тоже должна слегка меняться в цифровой среде. Итак, вот, ну, еще раз обращаю внимание, что большинство, большая часть прибыли, большая часть денег сейчас крутится именно в IT-сфере. Соответственно, можно уже сделать вывод, что мы живем не в постиндустриальном, а уже скорее в информационной мире, в информационной среде, и поэтому большая часть людей, ну, если не сейчас еще, то в ближайшее время будет занята именно в работе с информацией, и, соответственно, это будет цифровая обработка информации в основном. Так, еще один, да, еще, еще следующий вот вывод, который вытекает из того, что живем мы в цифровой среде и приспосабливаться должны к этой цифровой среде, так как у нас настолько возрастает информационная сфера и цифровая среда вокруг нас формируется, соответственно, возникают и угрозы в этой цифровой среде, мошенничество и преступность переходит тоже в эту сферу. Ну, и вот приведены цифры, прогнозируемые тоже цифры по киберпреступности, и, соответственно, мы понимаем нашу уязвимость, связанную с этим, и угрозы нашей безопасности. Ну, и что можно сказать? Так как не остановить действительно цифровизацию, мы что-то должны с этим делать. Поэтому можно сделать, предположить, что профессиональная сфера деятельности, связанная с обеспечением кибербезопасности, тоже будет очень бурно развиваться в ближайшие 5-10 лет и так далее. Так как цифровая среда есть, кто-то должен ее развивать, поддерживать, создавать. Соответственно, большой достаточно такой тренд тоже среди выпускников. Они должны это тоже понимать и осознавать, что те специальности, которые связаны с информационной безопасностью, они будут, ну и, соответственно, с программированием, они будут очень востребованы в ближайшее время. Поэтому нужно как-то переориентировать и детей тоже на эту сферу экономики нашей. Ну и тоже несколько слов по поводу безопасности. Несколько слов по поводу безопасности. Тоже вот совершенно свежее исследование по финансовой цифровой грамотности. А, да, прошу прощения, вот 9 ноября, это как раз вот это вот исследование было датировано, то предыдущее было до 28 октября. Да, вот вчерашнее, вчерашнее исследование, 9 ноября датировано, это исследование финансовой и цифровой грамотности. Смотрите, вот финансовая и цифровая грамотность, то есть исследовалось именно финансовое поведение в цифровой среде россиян, да. И вот тоже такие интересные цифры. Большинство все-таки, 35 процентов, вернее, россиян, отмечено, что по результатам этого исследования, 35 россиян находятся в зоне риска финансовой цифровой грамотности. Почему? Потому что эти 35 процентов предпочитают до сих пор расплачиваться наличными, соответственно, они не владеют технологиями, они не понимают угроз и опасности, и именно они как раз находятся вот в зоне риска. Потому что пока они боятся этого, и пока они к этому не подступают. Дальше еще буквально несколько цифр. Финансовые организации сегодня активно предлагают клиентам выбор цифровых сервисов, и только 6 процентов россиян активно используют цифровые сервисы для планирования и составления своего бюджета. 30 процентов отдают предпочтение цифровым каналам для оплаты товаров и услуг, а 65 процентов пользуются цифровым банкингом. Причем доля эта ежегодно растет, и вот растет примерно на 10 процентов. В 2019 году интернет-банкингом пользовались 56 процентов россиян по результатам опроса, а в этом году уже 65. Ну и несмотря, да, значит, про QR-коды говорится, что многие россияне понимают, что такое QR-код и как он работает, 78 процентов примерно знают, но использовать его пока готовы далеко не все, только примерно четверть. Ну вот, вот такие тоже. У каждого третьего россиянина уровень цифровой финансовой грамотности низкий, у каждого третьего, то есть 35 процентов примерно с низким уровнем. Ну то есть достаточно такие факты настораживающие. Ну и теперь какие тренды в развитии экономики у нас? Какие тренды в развитии экономики? Мы видим, что очень бурно развиваться будут технологии искусственного интеллекта, да, вот, ну, все те цифровые как раз, вся та автоматизация в сфере банка, та информатизация в сфере юриспруденции, она как раз будет связана с внедрением подсеместного искусственного интеллекта. Поэтому вот эти технологии будут прямо сильно лидировать. Если в 2015 году была еще электронная торговля и телекоммуникации, то сейчас на первое место выходят именно технологии искусственного интеллекта и распределенного реестра. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот тоже, может быть, на слайде мало-плохо видно вам, наверное. Да, наверное, мелковато получается. Не знаю, мне, по крайней мере, мелко видно. Ну, вы потом просто посмотрите внимательно на эту презентацию и вот на это исследование Ростелекома в презентации дальше будет ссылка, вы можете посмотреть его тоже внимательно. В 2019 году корпорация Ростелеком проводила опрос и по результатам этого опроса тоже они смотрели, анализировали, какая сфера, как развивается в сфере информационных технологий. Вот розовым цветом отмечена финансовая активность, желтым патентная, а зеленым, по-моему, это научные публикации. Ну и вот здесь видно, что пока лидировала сфера телекоммуникации, потому что она изначально была создана как цифровая среда, да, как цифровая отрасль экономики. Но, тем не менее, можно посмотреть, что очень серьезно развивается, очень серьезные вложения идут в медицину, очень серьезные, вот здесь вот вложения в финансы и в экономику, в интернет-торговлю. То есть развиваться будут в ближайшее время. То есть там, где вот эти вот розовые большие достаточно столбики, там понятно, что это финансовое вливание очень серьезное. Ну и, тем не менее, вот можно посмотреть, что и в медицине. Там и патентная достаточно хорошая активность в здравоохранении, и финансовые вливания тоже появляются, и научные публикации. То есть там наука идет немножко вперед, финансы отстают, но, тем не менее, видно, что вот эти отрасли все равно достаточно активно будут развиваться. Так, еще какие, какие еще есть тренды трансформации? Какие акценты? Значит, вот тоже опрос, который был проведен где-то примерно в августе этого года, говорилось о том, что 54% компаний российских, которые перешли частично или полностью на дистанционный режим работы, они тоже будут его сохранять, хотя вот до пандемии всего 1% из них какие-то дистанционные формы работы использовали. Ну и говорится о том, что примерно больше половины россиян считают уже, что дистанционные формы работы останутся одной из основной форм занятости, и это действительно соответствует глобальным трендам. Так, ну вот тоже такой слайд очень показательный. Если у вас сейчас есть возможность в чате написать, тут представлен примерный прогноз изменений в интернет-торговле. Я предполагаю, что большинство из нас все-таки в интернет-торговле, услугами интернет-торговли использовались и что-нибудь в магазинах через интернет заказывали и покупали. Лично я лет 15 уже заказываю вещи некоторые через интернет-магазин, там книги покупаю, вещи так далее, одежду. Напишите, пожалуйста, в чате, если можно, что именно вы покупали через интернет-магазины. Ну просто напишите так, там может быть продукты питания, книги, бытовую технику, то есть примерно обозначите, что именно, какой опыт был у вас. Ну и хочу сказать, что по поводу увеличения интернет-оборотов в этом году, тоже исследование мартовское, марта 2020 года, на 41% увеличился к концу марта оборот интернет-магазинов. Смотрите, вот пандемия ограничений, дистанционные режимы работы были введены только в марте повсеместно, по всему миру, да, а оборот интернет-торговли уже только за этот месяц увеличился на 41%. К сожалению, нет данных, как на сегодняшний день это изменилось, мне кажется, что эта тенденция глобальная тоже останется. Ага, вот пишут книги, одежду, лекарства, косметику, школьные принадлежности, цветы, отлично. Ну, то есть мы активно пользуемся интернет-торговлей, и это тоже с нами останется, никуда мы от этого не денемся. Так, ну и что можно сказать? Раз цифровая среда подступает со всех сторон, раз она нас вот так вот окружает, нам никуда не деться от того, чтобы к ней приспосабливаться. И в этом отношении нам необходима цифровая грамотность. Но очень часто бывает так, что технологии идут вперед, а мы слегка отстаем, к сожалению. И поэтому нам необходимо получать какие-то, получать какое-то развитие, для того, чтобы теми услугами, которые представляют нам, теми возможностями, которые представляет нам цифровая среда, мы могли эффективно пользоваться и могли обеспечить свою безопасность в этом цифровом мире. И поэтому цифровая грамотность и цифровая идентичность необходима нам, так как мы живем в цифровой среде, оставляем везде свой цифровой след, мы должны понимать, как это работает, и в этом смысле без цифровой грамотности уже нам никуда. Но парадоксальная ситуация. Очень часто бывает так, что стоят рядом два человека, один из них в цифровом мире живет, другой нет. И вот тоже такая интересная метафора. Ее придумала одна из авторов учебников по информатике, Надежда Владимировна Матвеева. Она сказала так, что пропуском в цифровой мир является гаджет. То есть наш смартфон – это ключ, по сути, в цифровой мир. Если у нас его нет, то мы и не можем использовать услуги и преимущества цифрового мира. Если же он у нас есть, то мы уже можем стать цифровым гражданином. Тоже интересная такая метафора, и действительно так оно и есть. Очень показательно. Ну и, соответственно, цифровая среда дает нам много возможностей. Мы, по сути, стираются границы, мы становимся людьми мира. У нас есть возможность разговаривать на разных языках, потому что у нас есть теперь электронные переводчики. У нас есть возможность связи при помощи технических средств с любой точкой мира земного шара. Мы можем продолжать общаться, находясь на огромных расстояниях. Да, мы можем получить огромное количество услуг при помощи цифровой среды. Ну и, соответственно, должны владеть этой цифровой грамотностью. Еще раз подчеркиваю. И вот тоже такое интересное замечание. Мне тоже Наталья Владимировна, она прямо такую интересную сделала метафору, что цифровая среда сама по себе, у нее одно из основных свойств, она является обучающей средой. Мы волей-неволей вынуждены, приспосабливаясь к этой цифровой среде, изучать ее возможности, изучать ее технологии. И таким образом мы повышаем все время свою компетентность, мы все время должны быть в тонусе и все время чему-то учиться. И сама эта среда волей-неволей нас обучает. Вот появились, например, считывающие устройства для QR-кода в автобусах. И вот видно сразу, что месяц-два прошел, уже достаточно много людей этим пользуются. Ну и так далее. То есть появляются новые услуги, появляются новые возможности. Мы к этим возможностям относимся. Мы должны как-то к ним их изучать. Соответственно, это прямо ключ в цифровой мир наш. Ну и тоже вот небольшая метафора. Не буду сильно долго останавливаться. Если, скажем, сто лет назад говорили, читать-писать умеет это грамотный человек. И даже еще, может быть, 50 лет назад, да. То сейчас грамотностью уже назвать просто читающего и пишущего невозможно. Нужно, чтобы человек умел работать с цифровыми объектами, с объектами этой цифровой среды. И свое информационное пространство умел организовать в этой цифровой среде. Так. Ну и, соответственно, следующий вот такой вот такт работы. Я тоже постараюсь сильно не задерживаться на нем. Что такое цифровая грамотность, как ее определяют? Я сейчас несколько определений вам быстро покажу. И мы постараемся с вами выделить в них общее. Значит, ситуация такова, что единого определения цифровой грамотности пока не существует. Это понятие неустоявшееся. Мы видим, что меняется сильно, меняется среда, меняются ее требования, меняются ее технологии. И поэтому очень сложно пока нет устоявшихся понятий. Там, где есть изменения, там нет стабильности пока. Но, тем не менее, я буду ссылаться на те исследования, на те институты, на те организации, которые проводили исследования цифровой грамотности. Соответственно, у них есть какие-то свои подходы, свои методики, свои трактовки этой цифровой грамотности. Поэтому поговорим немножко, ну, поговорим именно с этой точки зрения. Ну, например, вот штат, университет штата Иллинойс цифровую грамотность определяет как возможность использовать цифровые технологии, да, находить, оценивать и создавать информационные объекты в этой цифровой сфере, да, понимать информацию различного формата. Ну, вот тоже можно развести сразу, если у нас есть понятие такое информационная грамотность, да, и цифровая грамотность. Информация может быть не только цифровой, мы понимаем, да, это более общее понятие. Информация может разными источниками быть представлена, но как только информация становится, хранится на цифровых носителях и передается на цифровых носителях, то сразу же мы понимаем, что это уже речь идет о цифровой информации, как только про цифровые носители речь. Соответственно, вот как только мы говорим про цифровые технологии для хранения, передачи и обработки информации, значит, мы говорим о цифровых технологиях, о цифровом элементе грамотности. Так, вот еще один из вариантов определения цифровой грамотности. То есть, что нужно уметь на сегодняшний день для того, чтобы считать себя цифровым гражданином и достаточно грамотным пользователем цифровых услуг? Ну, находить, обрабатывать большие массивы информации, то есть на сегодняшний день, да, создавать собственные алгоритмы работы с информацией, связи между разрозненными идеями в этом информационном пространстве большом, да, из разного, разным опытом. Создавать свои цифровые объекты, обрабатывать эти цифровые объекты, фото, видео, тексты и так далее, звук. Мультимедийные документы, которые разные виды информации в себя включают, графику, видео и так далее, то есть это вот что-то типа презентации, видеороликов и так далее. Создавать своими, управлять своими профилями, то есть своим информационным пространством в социальных сетях, понимать, какие угрозы несут в себе информационное наше личное пространство и уметь его обезопасить, взаимодействовать в этих виртуальных средах и устанавливать связи, социальные связи и защищать свое информационное пространство от несанкционированного доступа. Ну вот еще один вариант, но это не совсем определение цифровой грамотности. Я намеренно взяла несколько фраз из федерального стандарта основного общего образования, там, где идет речь о метапредметных результатах. Посмотрите, так как мы все-таки все представители системы образования, мы работаем в школах, поэтому останавливаюсь на этом все-таки чуть-чуть более подробно. Посмотрите, те требования, которые предъявляются к выпускнику основной школы, они тоже связаны напрямую с цифровой грамотностью и с работой с информационными источниками, грамотной работой с цифровыми информационными источниками. А, соответственно, эти требования мы вынуждены переложить на педагогах, да, потому что как мы будем обучать детей, если мы этим сами не владеем. Поэтому обязательно надо понимать, что создавать, управлять информационными объектами, распознавать истинные ложные суждения, то есть работать в информационном пространстве, где есть противоречивая информация, уметь преобразовывать информацию из одного вида в другой, то есть работать с информационными объектами, соблюдать правила информационной безопасности. То есть если посмотреть, вот с определениями цифровой грамотности, во многом это перекликается. То есть работа с информационными объектами, управление, обеспечение безопасности, решение своих задач с использованием информационных объектов, информационной среды. Еще один из вариантов, это фонд развития интернет совместно с факультетом психологии МГУ имени Ломоносова. Они проводили одно из первых исследований 2013 года опросы по поводу цифровой грамотности. Это один из первых, который совместно с корпорацией Google еще тогда проводился. Поэтому у них есть свой подход тоже к определению цифровой грамотности, цифровой компетентности. Они говорят о том, что это информационная и медиа компетентность, каким образом мы работаем с информационными объектами, коммуникативная компетентность, как мы взаимодействуем, техническая компетентность, как мы управляемся с техническими устройствами, с сетями. И потребительская. Каким образом мы можем решать свои потребительские жизненные задачи с использованием этой цифровой среды. То есть тоже вот такие основные направления. В том числе и решение повседневных своих задач информационных с использованием цифровых возможностей. Еще один слайд про функциональную грамотность. Я сейчас буду переходить к исследованиям. То есть тоже одно из определений. Еще это из определений функциональной грамотности. Тоже как раз ее часть, которая связана с работой с информацией. Поиск, фильтрация, оценка управления данными. Взаимодействие людей с помощью интерактивных технологий. Коллаборативная работа. Какие-то городские активности. Совместная работа. Сетевой этикет. Личные данные и безопасность. Цифровой контент. Создание его. Обеспечение безопасности. Опять же мы видим. И решение проблем цифровой среды. То есть тоже, ну тут пять направлений. Они тоже очень перекликаются и с предыдущими определениями. Ну и вот, наверное, последнее определение. Это аналитическое агентство НАФИ сформулировало это определение, потому что именно это аналитическое агентство проводит исследование цифровой грамотности россиян. Ну то есть на русскоязычном пространстве исследуется грамотность именно ими. Соответственно, вот их подход к определению таков. Они распределили цифровую грамотность на пять направлений и на три уровня. Знания, навыки, установки отношений. Ну и тоже можно будет посмотреть потом внимательно, каким образом это измеряется. Ну вот мы видим тоже основные направления. Информационная грамотность, которая связана с работой с информацией, созданием информационных объектов, управлением ими. Компьютерная, это работа с техническими устройствами, медиа, медиа-контент. И в том числе там как раз есть элементы критического мышления, именно определение там истинности, ложности, достоверности информации и так далее. Коммуникативная грамотность, это взаимодействие через цифровую среду, цифровые коммуникации. И технологические инновации, это как раз готовность решать свои задачи, готовность решать проблемы и применять новые технологии для решения своих повседневных и профессиональных задач. То есть в принципе тоже одни и те же пять основных направлений мы видим. Ну и так как именно это аналитическое агентство проводило исследование, я сейчас буквально вот последним буду заканчивать уже свое выступление еще несколькими цифрами. Я расскажу о том, как на сегодняшний день обстоит ситуация с цифровой грамотностью у нас среди россиян и среди педагогов. Такое исследование тоже проводилось. Вот посмотрите, первое исследование как раз было в 2013 году фондом развития интернета и факультетом психологии МГУ имени Ломоносова при поддержке корпорации Google. Тогда опрос проводило агентство Левады, то есть разработана методика была ими, а опрос проводило агентство Юрия Левады. Дальше. Было проведено исследование аналитического центра НАФИ «Цифровая грамотность россиян», оно уже проводилось дважды в 2018 году и в 2020 году. Это исследование продолжает идти и вы в принципе все в нем можете поучаствовать. Вам во второй части нашего вебинара будет дана ссылочка на это исследование, на сайт этого агентства. Вы можете зайти и посмотреть и принять участие в исследовании «Цифровой грамотности россиян». Исследование проводится анонимно, после того, как вы ответили на вопросы, вам дадут рекомендации, какие сферы вашей цифровой грамотности, вам нужно на них обратить внимание и развивать. То есть в принципе это достаточно полезно. И можно получить сертификат участника исследования. И еще проведено было в 2019 году, этим же агентством был проведен средство по исследованию «Цифровая грамотность педагога». Ну и вот о цифрах. Что же получили, какие цифры? Ну вот посмотрите, значит, так как мы живем в цифровой среде, так как у нас окружают элементы цифровой экономики, у нас формируется цифровая экономика, знаете вы о национальных проектах, знаете вы о том, что у нас есть программа «Цифровая экономика», российская программа, федеральная программа. И в этой программе есть подпрограмма, так называемая «Кадры для цифровой экономики». И в этой программе установлены некоторые ключевые показатели по годам, до 2024 года они пока расписаны. И вот мы видим, что в целевой программе «Кадры для цифровой экономики» ключевые показатели заданы, установлены такие, что в 2020 году примерно 30% россиян должны уже обладать цифровыми компетенциями на высоком уровне. Но пока результаты исследования показывают, что в 2020 году, пока итоги подведены были в апреле 2020 года, еще пока не на конец 2020 года, там могут измениться цифры. Но тем не менее, пока доля составляет только 27%, и в этом смысле мы отстаем от целевых показателей программы «Цифровая экономика». Есть некоторый риск, что до конца 2020 года целевых показателей в 30% мы, возможно, не достигнем, пока 27% составляет. И обратите внимание, что прирост не очень высокий. Сейчас покажу. Высокий уровень пока у 27% у нас, да, и показатели в абсолютных цифрах, там из 100 пунктов, всего 58 на сегодняшний день цифровая грамотность составляет. Ну, уже все-таки во второй половине мы находимся, но тем не менее, в 2018 был этот показатель равен 52, то есть прирост за два года составил всего 6 пунктов. То есть это на самом деле недостаточно активный рост, и поэтому тут, скорее всего, какие-то будут предприняты еще шаги, будут какие-то создаваться дополнительные ресурсы на федеральном уровне, то есть мы немножко отстаем пока. Ну и еще раз повторяюсь, что вот те направления, которые исследовало это аналитическое агентство, вот они опять представлены на слайде, это методика международная, международные исследования также проводятся по этим же направлениям основным, ну и, соответственно, и, соответственно, аналитическое агентство наше тоже использует эту международную методику биджетного фонда. Ну и последний, пожалуй, последний пункт моего выступления. Вот если с цифровой грамотностью россиян, там мы понимаем, что не очень хорошо все обстоит, то вот результаты исследования цифровой грамотности педагогов 2019 года выглядят очень обнадеживающе. Значит, посмотрите, я привела тоже только один из слайдов этого исследования показательный, но опять же ссылочка живая, можно пройти, прочитать, пойти на сайт этого исследования, прочитать полностью анализ, аналитику по нему. Вот мы видим, что учителя школы-преподаватели вузов обладают достаточно высоким показателем уровня цифровой грамотности из 100 пунктов, да, 87 и 88, ну примерно одинаковые они, но вот по поводу того, что россияне в целом, это 2019 год, соответственно, показатели были 2018 года, 52 пункта показывают это исследование, на самом деле сейчас оно повыше, 56, 58, мы проговорили только что, но тем не менее получается, что среди педагогов у нас все очень ничего обстоят дела. Как же так получается? Либо мы впереди планеты всей действительно, либо все-таки можно посомневаться немножко в этих результатах, несмотря на то, что они официальные. Я посмотрела, когда изучала эти исследования, результаты исследования, я посмотрела, что там используются совершенно разные методики. Значит, если методика изучения цифровой грамотности, она основана на том, что испытуемым предлагаются вопросы и конкретные ситуации, и предлагаются их решить, да, ну то есть они практикоориентированные задачи, то в исследовании цифровой грамотности педагогов, по сути, несколько субъективная была оценка. Педагогам предлагалось оценить свою деятельность, насколько мы часто это используем, насколько мы редко это используем, или не используем совсем. Ну и я вот склонна предполагать, что педагоги всегда знают правильный ответ, и здесь можно посомневаться немножко в результатах, мне так кажется. Ну это опять же мое частное мнение, вот результаты всероссийского исследования перед вами, и с этой точки зрения можно сделать вывод, что у нас вроде все ничего. Хотя на самом деле мы понимаем, что с цифровой грамотностью нам еще работать, работать и работать. Вот, ну вот в принципе я основную часть своего доклада закончила, немножко я перебрала время, планировала в 30 минут уложиться, уже 40. Я заканчиваю, передаю слово Ильине Викторовне. Если у нас есть вопросы, вы их, пожалуйста, фиксируйте, в конце вебинара мы на них постараемся ответить. Ну, спасибо, Людмила Александровна. Да, прежде чем мы перейдем к нашей практической части, о которой мы говорили, да, несколько слов треки, которые Людмила Александровна уже упомянула. Это трек «Цифровая грамотность», который реализуется у нас в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства. Как сегодня прозвучало, да, наша профессия действительно такая творческая, нужно быть в тонусе, постоянно чему-то учиться, поэтому мы, конечно же, предлагаем... Так, ага, я говорю громко. Нет, нормально, нормально. Тогда, если я слишком громко, убавьте звук у себя на компьютере. Людмила Александровна, все нормально, очень хорошо вас слышно. Хорошо, спасибо. Людмила Александровна выделила, конечно же, да, те тенденции, которые у нас происходят. И мы действительно вступаем в цифровую эпоху, и школа тоже в эту эпоху вступает, как мы этого, может быть, не хотим кто-то, но все наиболее активно происходит использование тех цифровых технологий, которые мы включаем в образовательную деятельность. И вот как раз об основных трендах, о том, что сейчас происходит, в том числе в школе, что меняется, это рассматривается в модуле первом, вы сейчас видите на слайде название этих модулей, и видите, как они реализуются в режиме онлайн. Первый модуль – это 16 часов, то есть 2 дня. Какой здесь плюс, да, вы остаетесь у себя на местах, вам не нужно никуда ехать, но общение с преподавателем происходит в режиме онлайн. То есть это не просмотр каких-то материалов, лекций, потом выполнение заданий, вы работаете непосредственно с преподавателем в режиме онлайн. Конечно же, та ситуация в мире, в нашей стране, которая произошла и вызвала такая необходимость, появилось у нас изучение каких-то инструментов и возможностей дистанционных образовательных технологий в нашей деятельности. И какие-то инструменты вы наверняка уже изучали сами, но вот как раз второй модуль, следующий, это модуль о тех цифровых инструментах, которые можно включать в свою работу. И сегодня вот прозвучало, да, учитель-бот. В нашей творческой профессии учитель-бот – это что-то пока нереальное, и замены нашей профессии и в атласе будущих профессий нет. Но есть инструменты, которые могут взять на себя какую-то работу учителя и освободить время для этого творчества, которое нам необходимо. И эти инструменты могут и разнообразить образовательный процесс, и оптимизировать его в том числе. И здесь не идет речь о замене тетрадей какими-то гаджетами или компьютерами. Нет, это элементы цифровой образовательной среды педагога, которые могут ему быть помощниками. И эти инструменты мы изучаем очно. Это пять дней обучения очно, непосредственно лицом к лицу, да, с преподавателем, где вы можете задавать вопросы, тут же пробовать и изучать этот материал. И дальше третий модуль, он уже идет в дистанционном формате. И здесь вы уже решаете свои персональные задачи, да, педагогические, исходя из того, какая у вас ситуация в образовательной организации, да, с интернетом, с инфраструктурой школы и так далее, и непосредственно с тем, какие у вас ученики. В результате третьего модуля вы попробуете, да, те инструменты, которые вы изучите в течение первого-второго модуля, и получите, что называется, под ключ ваш YouTube-канал, создадите его, попробуйте уже снять видеоролики, и попробуйте себя в новой такой популярной сейчас деятельности и распространении вашего опыта, как YouTube-канал. Сюда можно задавать вопросы, если есть относительно модулей, да, если что-то непонятно. Ну, а сейчас тогда мы переходим с вами к нашему практическому такту работы. Я сейчас в чат отправлю вам ссылку, вам нужно будет по этой ссылочке перейти на страничку, которая у вас откроется, это будет Google Документ. Я сейчас включу демонстрацию экрана, если кто-то не зайдет по ссылке, то демонстрация экрана будет, и вы сможете смотреть видео. Итак, вот такая страничка у вас должна открыться. Вы можете работать на этой странице, либо смотреть на видео. Я вижу, что уже больше 50 человек у нас зашли. В правом верхнем углу, да, видно, кто сейчас присутствует на данной странице. Замечательно, у вас все получилось. Это как раз тот самый бонус, о котором мы говорили. Здесь вот план нашего вебинара есть, и активная ссылка на презентацию, которая сегодня была, вы можете ее скачать. И здесь я вам в комментарии подписала, что это ссылка на презентацию вебинара. Далее есть ссылки на материалы, которые стоит почитать, мы вам рекомендуем их посмотреть. И вот как раз цифровая... Можно на минутку прерву. У нас видно заставка вебинара. Вам надо как-то другую складку видеть, переключитель обновить. Так, хорошо. Что-то не то пошло. Сейчас. Так, сейчас. Сейчас подключается. Вот, все, теперь видно. Все хорошо. Спасибо. Так, хорошо. Продолжаем. Здесь ссылка на как раз то исследование, о котором говорила Людмила Александровна. Здесь полное исследование, и в нем внутри есть ссылки, по которым можно пройти, поучаствовать в этом исследовании. Но вот, знаете, буквально два дня назад все ссылки работали, сегодня проверяли, и что-то у них какая-то ошибка выдается. Ну, видимо, там у них на сайте может быть какие-то работы ведутся, и можно будет попробовать попозже зайти, все-таки пройти это тестирование, да. Сейчас вы можете заметить, что у вас доступ только к просмотру. Ссылки работают, вы можете по ним пощелкать, походить, но ничего редактировать вы сейчас пока не можете. Я вам скоро открою доступ, и мы некоторую работу с вами сделаем. В начале вебинара мы просили вас поучаствовать в небольшом опросе, да, это как раз вот к теме нашего последнего пункта про совместную работу и прооблачные ресурсы. И вы проходили опрос в Google форме, ну, очень популярные, да, сейчас сервисы облачный Google, но есть не только они, есть и другие, о них тоже мы будем говорить на нашем треке. Но в основном работать будем с Google. И я хочу вам сейчас показать некоторые результаты, да, что мы можем увидеть, ответы на вопросы. Сейчас никакой такой особенной личной информации показывать не буду. Ну вот, например, да, мы сразу видим, кого у нас больше сейчас присутствует на вебинаре. учителей-предметников, это, в принципе, предполагалось, и можно это сделать, да, в таком формате диаграммы. Ну, также я могу открыть, видно, да, что я перехожу по ссылкам. Да. Вот, я могу открыть таблицу, да, и, допустим, отсортировать. Вот я хочу узнать, а кто у меня сейчас присутствует. Так, например, вот... Черный экран. Лена Викторовна, кто-то пишет, что черный экран почему-то. А вы видите? Я вижу, да. Коллеги, значит, у кого черный экран, обновите, пожалуйста, свои странички, потому что я вот вижу, что хорошо. Ну, то есть мы можем работать с этой информацией точно так же, как в экселевских таблицах, да, смотреть, как это может нам пригодиться в учебе, да, в работе с нашими. Ведь мы можем также дать тест. Нам не нужно будет это проверять. Это все проверится автоматически. Мы потом можем выбрать, отсортировать людей, которые ошиблись в каком-то вопросе или, наоборот, да, выбрали все правильные ответы и так далее. То есть работать с этой информацией. И проверка теста ложится на систему, а не на ваши плечи. Ну, вернемся к нашему документу. Угол документа. Я сейчас открою вам доступ к редактированию. Это делается достаточно быстро. Быстро. Вот вы у меня сейчас пока читатели. Сейчас станете редакторами. Теперь у вас появится возможность что-то писать. И давайте сейчас сделаем такое небольшое задание. На второй странице находится текст. Это такой вымышленный текст делового письма. Вы видите его на экране. Я попрошу вас в столбцах написать. Вот если вы видите, что в ячейке уже стоит курсор, значит, эта ячейка занята. Выбирайте ячейку, в которой нет курсора светящегося. Да, она пустая. И ответьте вот на три вопроса. Что можно написать в теме данного письма? Как она должна была бы выглядеть, на ваш взгляд? Как можно поприветствовать в письме? И как можно попрощаться? Так, коллеги, вы можете начинать писать. Я вижу, что у нас здесь достаточно много людей в документе. Хотя бы кто-нибудь напишите. Я уже начинаю сомневаться. Это, скорее всего, коллеги обдумывают просто, чтобы можно было. Хорошо. Ну, вот пока вы пишете, я немножечко прокомментирую. Тема, да, в данном случае выглядит такими буквами английскими. Ре-ре-ре. Что это значит? Это значит, что велась переписка, и все время нажимали ответить, ответить, ответить. Уже столько раз, что вот это отражается в теме письма. Когда мы переходим к такому некоторому цифровому этикету, и сейчас немножечко о нем поговорим, вот в теме письма, конечно же, должно отражаться содержание, о чем будет это письмо. То есть вы, когда видите, что вам приходит на почту письмо, и непонятно, какая там тема, или вообще нет темы, как вы отнесетесь к этому письму? Насколько быстро вы на него среагируете, если там будет сразу понятно, о чем письмо. Ответ на ваш вопрос нам предлагают написать. Отчет. Ну, да, да. То есть можно предположить, о чем будет это письмо, если увидим такую тему. Как можно поприветствовать? Ну, многие пишут, здравствуйте, доброго времени суток, привет, добрый день. Ага. Здравствуйте. Вот давайте немножечко о приветствии поговорим. Здесь предлагается поздороваться, доброго времени суток. На самом деле, по правилам русского языка, у нас все приветствия идут в именительном падеже. И вот это считается несогласованным, такое словосочетание, поэтому его лучше не употреблять. Но в нем есть такой некоторый плюс, на который нужно обратить внимание, что человек говорит о том, что я не знаю, когда вы откроете это письмо. На самом деле, особенность нашей переписки электронной, мы не знаем, утром человек откроет письмо, вечером или днем, поэтому писать «добрый день», «добрый вечер» или «доброе утро» тоже неприемлемо в электронной переписке. Лучше написать «здравствуйте» или сразу написать «уважаемые коллеги» или «уважаемый Иван Иванович» и перейти к делу. Вот, можете взять себе на заметку это. Конечно же, смайлы, которые здесь присутствуют, тоже для деловой переписки неприемлемы. И по скрипту мы аналогично. Почему мы пишем по скрипту? Они откуда у нас появились? Когда мы пишем письмо от руки, мы уже написали текст, и у нас нет возможности куда-то вставить, вписать ту мысль, которую мы забыли написать, и мы пишем по скрипту. Но в электронной переписке вы в любое место своего письма всегда можете вставить какой-то текст, что-то удалить, что-то поменять местами. Поэтому по скрипту мы тоже в электронной переписке не пишутся. И как попрощаться? С уважением, всего доброго, до новых встреч. Не прощаться, жду обратной связи. С уважением. Ну да, самый такой, наверное, лучший вариант – с уважением. Такое-то, такое-то, да, если это деловая переписка. Конечно, если у вас дружеские отношения с коллегами, то какой-то переписке вы можете позволить себе попрощаться более тепло. Ну, для деловой переписки, такое общепринятое, лучше просто написать с уважением. Замечательно, молодцы, поучаствовали в нашей такой работе интерактивной. Так, кто-то здоровится по-английски. Вот здесь есть варианты hello, see you. Спасибо, коллеги. Вот здесь ниже под таблицей есть ссылка на материал, посвященный цифровому этикету, который вы тоже можете почитать, какие-то вещи, может быть, для себя открыть. И там есть небольшой вопрос тоже с примерами, какими-то жизненными ситуациями, как лучше из них выйти в цифровой переписке. Ниже представлены ссылки на презентацию, она также есть вверху. Да, я уже не говорила. Эта ссылка выглядит как активный текст, да. Мы нажимаем на текст, и у нас появляется ссылка. Также ссылки могут выглядеть непосредственно, да, вот как если бы мы их скопировали с браузера. И вы видите сейчас три ссылки, они все на один и тот же материал, на одну и ту же презентацию, но выглядят по-разному, да, совершенно разные ссылки, но при этом на один материал. И хочу обратить ваше внимание к вопросу также цифрового этикета. Когда мы вставляем ссылки в письмо, очень желательно, чтобы это были короткие ссылки, а не длинные. Ну, в данном случае ссылка две строчки, но бывает такое, что они аж занимают целый абзац, и это совсем недопустимо по цифровому этикету. Можно создавать короткие ссылки. Как их создавать? Какие есть ресурсы? Ну, вот здесь, например, представлен ресурс Кликер, который вы можете, в принципе, загуглить, да, и посмотреть. Но вот эти все возможности мы тоже рассматриваем в треке нашем и говорим об этом обязательно. Ниже есть еще у вас картинки, они тоже активные. Это тоже ссылки на сайты. Это цифровая грамотность, которую очень вам рекомендуем зайти и посмотреть, и цифровой диктант. Там тоже очень много интересного материала, как для педагога, так и для администрации образовательной организации. Вы можете пройти этот цифровой диктант и в нем поучаствовать. Ниже ссылка на центр непрерывного повышения профессионального мастерства, о котором мы сегодня говорили. Там может быть информация о заявочной кампании, которая начнется уже 23 ноября у нас. Если вы для себя какой-то трек выбрали, вы можете заявочную кампанию как раз поучаствовать и перейти по этой ссылке. Там есть вся информация о том, какие еще есть треки. Можно посмотреть видеоролик, который тоже здесь, на него есть ссылка ниже. Ну и сейчас мы попросим вас поучаствовать еще в некотором вопросе. Мы очень хотим получить от вас обратную связь. Есть несколько способов в нем поучаствовать. Либо если вы сейчас находитесь на страничке документа, вы нажимаете на ссылку menti.com и вводите тот код, который есть. Если вам удобнее участвовать с телефона и ваша камера в телефоне поддерживает QR-коды или у вас есть приложение, которое считывает QR-коды, вы можете навести ваш телефон на экран и считать QR-код, перейти по ссылке, которая у вас откроется. Я сейчас запущу этот опрос. Вы видите на экране. Надеюсь, что видите. Сайт menti.com. Вы, в принципе, можете, если вы не зашли в документ, просто ввести в браузере menti.com и ввести код, который сейчас видите. 61 59 210. Я попрошу вас поставить сердечки, да, если вы вошли, и поставить сердечко, ведь сколько у нас сейчас людей поучаствуют в опросе. Menti.com – это еще один ресурс, один из многих, да, который мы будем рассматривать в треке. Даже пошли некоторые комментарии. Так, 38 человек. Чуть-чуть еще подожду. Пока скажу, что вот в этом исследовании, в котором мы говорили, на АФИ, есть рекомендации педагогам, руководителям учебных учреждений, государственным органам, которые тоже рекомендуем почитать, ознакомиться с полной версией этого исследования все-таки. Замечательно. Так, у нас еще прибавляются люди, появляются сердечки. Ну, я думаю, начинаем опрос. Коллеги, я перелистываю слайд. Вы сейчас у себя в телефоне или у себя на экране, если вы с помощью ноутбука работаете или компьютера. Будете видеть вопрос, и нужно будет выбрать варианты ответа. Первое. Как вас зовут? Попросим написать вас полное имя русскими буквами. Ну, вот меня зовут Елена. Я пишу Елена русскими буквами. И сейчас у нас будет появляться такое облако слов. Мы посмотрим, кого у нас больше. Ну, пока в основном женские имена, но, видела, там есть Сергей. И, как вы видите, текст разный по размеру. Чем больше шрифт, тем, значит, чаще встречается это слово, которое вводится. У нас вот Наталья, Татьяна, Елена, Ирина лидируют сейчас. Как это можно использовать в учебном процессе? Мы также можем спросить мнение у ребят, например, что им больше всего запомнилось в уроке, или что им показалось самым трудным, или с чем у них ассоциируется тот или иной термин, или тема урока и так далее. Таким образом построить, например, облако слов, как один из вариантов. Отлично, я вижу, уже 97, 98. Наталья, Ирина, Татьяна, Елена и Ольги побеждают. Сегодня вас больше всего. К следующему вопросу переходим. Ваши впечатления от вебинара, и вы можете выбрать здесь два варианта. Можете выбрать один или два. Нам очень интересно ваше мнение, очень важно. Так, ну и мы видим, как изменяются, да, проценты. Большинство остались довольны, это очень приятно. Конечно же, да, информации много. И у нас сейчас идет большой поток информации, как для учителя, так и для учеников. Вот нужно уметь в этом потоке выбирать самое главное, да, и чувствовать себя безопасно. И мы об этом тоже будем говорить в нашем треке. Да, есть 4%, для которых информация неактуальная. Они уже это все знают замечательно. Так, переходим дальше. Буквально последний вопрос. Какие инструменты, ресурсы вы уже знаете и используете? Особенно интересно услышать от тех 4%, которые уже все об этом знают и наверняка в своей деятельности используют. Какие инструменты, какие ресурсы вы уже знаете и используете? Может быть, Google ресурсами пользуетесь? Или какие-то онлайн-доски вам знакомы? Так, у нас на экране появляются ответы. Два человека уже ответили. Пять. Кто-то на английской раскладке напечатал, к сожалению. Так, да, действительно, есть еще платформы, которые тоже входят в жизнь школьную. Например, вот Я-класс написали, да, несколько человек. Кахут, облачные технологии. Так, я с вами учусь писать долго, стараюсь ее потихоньку вводить. Действительно, ну, кто у нас уже обучался на треке, знаю, что такой веер ресурсов показываем. И вы обязательно что-то для себя найдете среди этих ресурсов. Mail, SkySmart, электронный журнал, Zoom. Zoom, да, сейчас вообще у нас становится все более популярным. Но когда вы начинаете знакомиться хотя бы с несколькими ресурсами, потом увидите некоторую закономерность. Да, если вы уже регистрируетесь на одном ресурсе, на следующем вам будет уже легче регистрироваться, потому что, как правило, регистрация однотипная, да. А если у вас еще есть Google аккаунт или аккаунт, например, в Facebook, то большинство ресурсов позволяют зарегистрироваться просто нажатием одной кнопки, и вам не нужно придумывать новые ники, пароли и так далее. И если вы знакомы уже с Zoom, то наверняка вам будет уже легко и просто разобраться с тем же Skype, Google Meet, Teams и так далее. Потому что интерфейсы многие похожи. Да, разные используйте ресурсы. Здорово. Да. Молодцы. Мы такой же завершающий слайд. Большое спасибо вам за участие в вопросе, в первую очередь, да, за проявленный интерес к нашему вебинару, за желание учиться. Вы можете пореагировать некоторыми смайлами, да, палец вверх, сердечко или какие-то... Что-то у нас зависло, Лена. Лена Викторовна, что-то вас не слышно. Лена Викторовна, видимо, обновила страницу, поэтому немножко ее не слышно. Сейчас она к нам вернется. Коллеги, коллеги, но мы как бы на завершающий, да, Лена Викторовна сейчас обновит страницу. Пока Лена Викторовна переключается, я вернусь ненадолго. Значит, у нас все равно завершающая стадия сейчас нашего вебинара. Ссылочку на план нашего вебинара. Там все ссылочки должны быть живые. Сейчас у вас есть право редактировать. Соответственно, вы в этом документе можете даже писать. Ссылочки все рабочие, вы по ним можете пройти и посмотреть те дополнительные материалы, которые мы вам предлагаем. Ну и если у вас есть сейчас какие-то вопросы, вы можете их задать. Так, вот у нас один вопрос какой-то есть. Разработчик презентации. Разработчиком презентации это являюсь я. Собирала информацию для презентации в основном я. Но мы использовали открытые материалы, когда готовились к работе на треке «Цифровая грамотность». Ну и, соответственно, мы сейчас представляем такую некую часть нашего трека ознакомительную. И некоторая ознакомительная часть нашего трека. И, соответственно, немножко информации взятой именно из материала трека. Но, тем не менее, я стараюсь следить за новыми какими-то цифрами, новыми исследованиями. Подписалась на несколько часов, читать материалы и добавлять их ему. Как-то мы попытаемся быть актуальными, и быть, по крайней мере, в курсе того, что происходит здесь и сейчас, что изменяется. То есть я в эту презентацию немножко добавила материалов с последних исследований за последние два месяца по отношению к тому, что я представляю обычно на первой части трека. У нас первая часть трека. Я напоминаю, сейчас я переключу еще раз на этот модуль. Первая часть трека – это модуль ознакомительный. В нем мы даем просто… Он небольшой, 16 часов онлайн. Мы просто показываем, какие тоже, как развивается цифровая среда вокруг нас, какие там… Там есть еще раздел «Работа с нормативными документами», то есть какими общероссийскими документами, общероссийскими программами наша деятельность в сфере цифровых технологий регламентируется. И показывается тоже некоторый веер инструментов, цифровых инструментов, которые можно сразу в практику учителям взять. Ну вот на второй части, на втором модуле «Очное обучение» – это именно подробное изучение, подробное изучение этих всех онлайн-инструментов, цифровых инструментов. И третий модуль – это уже вы, когда вы примените их в свою практику, как-то уже отрефлексируете свою практику, посмотрите, какие проблемы вам помогают решать эти онлайн-инструменты. И там дальше создается свой видеоканал, и на этом видеоканале выкладываются две практические работы, два видеоурока. Ну и, соответственно, создается такая некоторая методическая копилка тоже цифровых ресурсов. Все участники трека могут работать с материалами друг друга в виде этих. Ну вот. Так, коллеги, еще можно вопросы задать. Лена Викторовна к нам вернула. Я подсоединилась, да, немножко почему-то меня выбросило из вещания. Хорошо, вернулась. Мы уже ответили на какие-то вопросы, да? Да, вот спрашивают опять про презентацию или доступна функция распечатать и просмотреть. Доступна только функция распечатать и просмотреть. Ну, с презентацией, скорее всего, так и есть. С презентацией вы можете просто скачать себе, да? То есть вы ее получите на Google Диске, но вы редактировать... Ну, а смысл, зачем вам ее редактировать? Вы ее можете себе скачать на компьютеры и работать с этими материалами, если вам есть необходимость. Либо можете открыть, прочитать просто. А вот сам Google Документ, план вебинара, он вообще редактируемый сейчас, да? То есть там все ссылки... Ну, я думаю, что я закрою доступ, чтобы ничего лишнего случайно не удалили, но ссылки все равно, даже в режиме, если вы читатель, просматриваете, вы все равно сможете по ним переходить. Ну, редактировать не сможете, поэтому, да. То есть у нас есть ссылка. Давайте, Лена Викторовна, сейчас продублируйте еще раз ссылку в чат, хорошо? На плане, план вебинара у вас будет доступен, а из него, из этого документа уже все ссылки же вы получите. Я сейчас отправила ссылку в чат, можете еще раз, да, ее себе скопировать. Да, либо открыть. И у вас поступит доступ ко всем материалам сегодняшнего вебинара, есть сразу, потому что, ну, это нам позволяет использование облачных ресурсов вот таким вот образом интерактивную построить работу. Во-первых, мы могли видеть, как редактируется этот документ здесь и сейчас, а во-вторых, вот мы имеем доступ к этим материалам сразу. Коллеги, скажите, вот как вам идея использовать облачные документы в учебном процессе? Напишите, пожалуйста, в чате. Поставьте плюсики, например, если вы заинтересовались этой темой. Ну, вот среди перечисленных инструментов были Google инструменты, да, Google ресурсы, поэтому, наверное, кто-то, да, действительно уже использует. Мы хотели представить вам как раз возможность поредактировать вместе документ, потому что, ну, так как мы все педработники, среди нас есть, наверное, представители администрации, мы очень часто вынуждены, ну, как-то вместе поработать с какими-то документами. То есть вот очень хороший ресурс использования облачных технологий дает такую возможность. Ну, например, нормативные документы какие-то, либо совместный отчет какой-то собираем, да, либо вот привожу пример такой тоже, программу конференции научной собрать, да, вот как у нас это бывает. Тетенька бегает по кабинетам и собирает, какие дети на какую тему у вас выступят. А можно сделать облачные документы, сказать, коллеги, вот вам ссылка сегодня до конца рабочего дня, зайдите, пожалуйста, и запишите своих детей. Все. Программа конференции сверстана за один день. Очень удобный инструмент, поэтому, ну, вот, многие коллеги, которые пользуются уже облачными технологиями, говорят, что это очень облегчает их жизнь. И совместную отчетность по школе собирают и так далее. Здесь не требуется постоянно пересылать, например, документ с помощью электронной почты, когда он что-то там изменен, да, отредактированное, а сразу видеть это все изменения и работать в режиме онлайн из разных уголков, даже, можно сказать, мира, не только вашего города. Или в кабинете, в разных кабинетах вы, да, находитесь, например. Еще раз ссылку, хорошо, сейчас еще раз. На самом деле надо просто вернуться в чат, пролистать его немножко назад, и вы эти ссылки все увидите, они там все живые. Да, и сделали короткие ссылки, то есть даже если они у вас там неактивны будут, если вы вдруг смотрите видео, запись, да, то можно, в принципе, напечатать эту короткую ссылку в браузере. Мы тоже специально показали разные варианты, потому что есть сервисы коротких ссылок, они имя получили очень легко, нужно легко найти инструкцию. Опять, так как мы являемся жителями цифровой среды и пользователями ее, то, в принципе, мы, в общем-то, можем сделать запрос в интернет-браузере, посмотреть видеоролик, например. Короткие ссылки. Да, сейчас очень популярным становится YouTube и в образовательной сфере, в том числе, научиться что-то делать, посмотреть, как это делают другие, легко. Заходим в YouTube и делаем запрос, и там разные варианты выпадают. Ну, это для любителей видеоинструкции, есть любители подписчиков, разные каналы восприятия у людей, поэтому кто хочет текстовую инструкцию, пожалуйста, кто хочет видеоинструкцию, и, пожалуйста, все доступно. Мы живем сейчас в достаточно демократичное время. Есть предположение, кстати, что интернет постепенно не будет таким доступным, что там, возможно, будет какое-то, может быть, даже цифровое расслоение, может быть, по качеству этих цифровых услуг, может быть, по платности, бесплатности, доступности. То есть пока сейчас есть разные версии, но мы можем только предполагать. Но сейчас мы живем в хорошее время, нам все доступно, надо пользоваться. Вот здесь есть вопрос, где можно проверить себя на компетенции цифровые. Еще раз, да, у нас там есть ссылка на исследование на ФИ, и там есть ссылки на тесты, которые можно пройти. И есть еще ссылка на цифровой диктант, в принципе, тоже там результат, после прохождения этого диктанта вы тоже получаете. Насколько я помню, платформа называется цифровойгражданин.рф. То есть русская, есть ссылка такая, цифровойгражданин.рф. Все очень хорошо, без пробелов, цифровойгражданин.рф. И вы попадете на этот сайт, где вы можете себя проверить. Пишут, совместная работа с планами. Ну да, в Google документах, наверное, ответ был. Сертификат будет, вы имеете в виду, за вебинар или про что? Исследование цифровой компетентности, наверное, да, там можно получить и сертификат тоже. Да, если про это, то да. Цифровой компетентности педагогов тоже можно получить сертификат. Угу. Там единственное, что надо будет, какие-то предпринять шаги, зарегистрироваться, заявку оформить. Ну, это все очень быстро и несложно. Угу. Так, ну, вроде бы вопросов больше нет. Ну, все, тогда давайте будем прощаться, коллеги. Нам было приятно за то, что вы... Да, спасибо, что вы активно поучаствовали в том, что мы вам предлагали. Спасибо за ваши вопросы. Приходите к нам на трек «Цифровая грамотность», да, и вместе еще поработаем. Все, всего доброго, до свидания. Нет, да, подключаемся, правильно? Людмила Михайловна, мы отключаемся, да? Ну, что да. Приходите к нам на трек «Цифровая грамотность». Угу. Угу.